Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Уже 13 месяц, по сути дела, находится в пыточных условиях, в условиях следственного изолятора. Поэтому, вы правильно сказали, от суммы, от тюрьмы не зарекайся, и даже похвала президента, прямая, на международном экономическом форуме при огромном стечении элиты, политической, деловой, не означает, что спустя неделю тебя не арестуют и не продержат. Больше года в СИЗО, подчеркиваю, в очень тяжелых, а по сути дела, пыточных условиях. Спасибо. Николай, вот насколько безупречна была проведена в России приватизация, значит, что партия Яблоко связывает многие грехи нынешней ситуации, коррупции с тем, как она была проведена? Ну, это действительно так, и у нас есть своя позиция по тому, что и как происходило в те годы. Ее можно зайти на наш сайт посмотреть. Но, если говорить про ситуацию с Никитой Белых и с тем, как проходило следствие, то я хочу напомнить, что Григорий Явлинский подписывал необращение и поручительство под выпуск его под домашний арест. И это было бы, безусловно, правильно, потому что человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, и даже здесь неважно, честно говоря, Белых это или не Белых, губернатор или не губернатор, не должен находиться в российском следственном изоляторе. У нас есть все современные технологии, которые позволяют обеспечить не покидание человеком страны. И для гуманности правосудия можно было спокойно совершенно это все обеспечить. Тем более, что, как известно, когда власть хочет это сделать, она может это делать. Нынешнее отношение в нашей стране к тому, как происходит работа правоохранительных органов, она, к сожалению, не позволит быть уверенным и обществу в том, что дело проведено честно, справедливо и правильно. Спасибо, Игорь. Что ни день, то общество узнает о новых арестах или самого губернатора, или его заместителей. Как вы считаете, это компанейщина или это целенаправленная политика Кремля? Это все как раз говорит о том, что никакой реальной борьбы с коррупцией в стране не было и нет. Это все проявление, скажем так, борьбы кланов, которые решают какие-то частные вопросы, частные какие-то стратегические цели какие-то. Но стратегической борьбы с коррупцией как ни было и нет, потому что, в принципе, 99% губернаторов и мэров городов можно сегодня брать, сажать, смело или организовав взятку, как это было с ней какие-то белых, или же за какие-то реальные дела, как это было с губернатором Гайзером, Хорошавиным, даже имен уже не помню, Марийке, Маркеловым. То есть, в принципе, говорю, вот любого губернатора можно брать, как говорил в свое время Митимир Шарипович Шамиев, президент Торстана, если человек проработал председателем колхоза две недели, его уже есть за что сажать. В нашей действительности, с нашим законодательством, с нашей судебной системой это очень-очень близко к правде. А если бы власть хотела бы бороться с коррупцией, делались бы совершенно другие шаги. Хотя бы 20-я статья антикоррупционного судеба. Ну это уж как минимум бы, и тогда бы обсуждали бы это все не здесь, а совершенно на других каналах. Но, естественно, это все, как вы сказали, компаниейщики. Я проработал директором совхоза 10 лет. Представляешь, сколько раз? Так как... Мне по жизни и срок можно дать исходя. Я по этому колхозу использую. Ну, Летин, что-то вы давно знаете, Никиту. Ну невозможно работать, не порушая законов. Советовали бы вы ему пойти вообще? Или, может, отсоветовали ему идти к губернаторам Кировской области? Вся проблема на самом деле состоит в том, что в отсутствии нормальной политической системы любой человек такое, получается, смертельное прикосновение к власти. Ну, тот же Алексей Навальный, он поработал советником на общественных началах, не выползает из уголовных дел. И масса других вещей, которые люди, которые в той или иной степени поработали во власти, а потом либо ушли в оппозицию, либо перешли кому-то, чьи-то коммерческие. А иногда и политические интересы, они в отсутствии, еще раз подчеркиваю, независимой судебной системы, реальной политической конкуренции. То есть, если они представляли ту или иную политическую силу, она могла бы организованно вступиться. Проблема Никиты Белых была, что буквально за неделю до объединения на площадке «Яблоко» Союза правых сил, Никита Белых, Расторг, я прекрасно все это помню, даже статью написал, которую срочно пришлось Дмитрию Муратову снимать из «Новой газеты». И он разменял пост председателя Союза правых сил, если говорить честно и откровенно. Я без упреков сейчас к нему, я глубоко переживаю за него, знаю, что у него сахарный диабет и так далее. Но тогда это был определенный размен. Иван Валентинович, у нас сейчас ненадолго вышел на связь Юрий Юрьевич Болдырев, тоже бывшийся на связи. Юрий Юрьевич, добрый вечер, слушайте нас. Насколько правдоподобное вам кажется обвинение в адрес Никиты Белых, такой у нас простой вопрос к вам. Сейчас несколько арестованных губернаторов, бывших их замов. Это компанейщины, по-вашему, или это целенаправленная борьба Кремля с коррупцией? Вы знаете, если честно, меня больше интересует другой процесс. Вот 10-го числа должно быть вынесено решение по делу Мохин-Барабаш-Парфелом-Стоколовым. Вот там люди точно ничего не воровали, точно никого не убивали, не собирались убивать, никого экстремизма в действиях не было. Они уступают за то, чтобы был референт о внедрении механизма ответственности власти. Каков, наконец, другой вопрос. Но вот эти люди уже два года под судом, и вот 10-го числа, два года под следствием, два года все за воздумки, да? Вот, и 10-го числа должны приговор. Вот такие дела, честно говоря, меня интересует больше. А что касается губернаторов? Ну, сейчас же вертикаль. Поэтому это внутренние разборки внутри власти, каких-то особо сверхсвободолюбивых губернаторов я, честно говоря, в нынешней системе не встречал. Вот, поэтому, честно говоря, дела с ними у меня мало. А кто это Парфенов и Шоколов? Напомните нам. Дела с теми людьми, которые выступают за переустройство этой системы. Вот за эти люди я борел. Да вот напомните, что это за дело тут Парфенов и Шоколов? Не все наши радиослушатели знают. А, это очень показательное дело. Они создали организацию армии воли народа, которая была запрещена за экстремизм. Правильно или нет, другой вопрос. Но самое главное, что они ждали другую организацию. В рамках этой другой организации они выступают за проведение общенародного референдума о создании механизма ответственности власти перед народом. Ну, у них как бы такой экзотический механизм, что во время всех выборов люди еще голосуют за то, что хорошо я работала предыдущая власть. Плохо. То есть не просто ее сменяются, а еще если там люди критически жестко отнесутся к деятельности предшествующей власти, то, в общем, она должна идти под суд и так далее. Правильно, это не крайне другой вопрос. Но это не должно быть под судным делом. А этим людям шутят экстремизм. И их обвиняют в том, что под видом новой организации, которая называется ЗОВ, они якобы продолжили деятельность старой запрещенной экстремистской организации. И вот на этом основании уже два года они провели в тюрьме. Ну, кстати, один из них известный человек, он был переспондентом РБК, Александр Соколов. Он расследовал дела по... Он написал диссертацию, в которой показал, как механизм госкорпорации используется не для развития, а для значительности не разграбления страны, и сумел даже защитить эту диссертацию. И вот этот человек, один из тех, вот сейчас, 10-го числа, должно быть принято решение. Значит, еще раз я хочу сказать, что вот эти люди точно не давали, не брали и вообще бесконечно в стороне от меркантильной стороны вот такой жизни. Они за переустройство общества. Их душа давит, это все видим. Ну, я понял, что они тоже борцы с коррупцией. Правильно я вас понял? Ну, в значительной степени да, но только это, скажем так, это борьба за переустройство механизмов отношения общества и власти. То есть не частный случай украл, там хватайте, а создание механизма ответственности. Того или другого, и третьего, то можно спорить. Но они бьются за создание механизма ответственности власти перед народом. За это их судя, за это их похоже. А судя, 10-го числа должен приговорить. Мне кажется, что они, по-моему, входят в список политзаключенных, общественный мемориал, мне кажется. Это я не в курсе, но я знаю, что многие люди приходили изучать, потому что я приходил, выступал на суде, многие другие известные люди, да. Но это случай действительно, с моей точки зрения, абсолютно необоснованных политических преследований, показательных, что другим было не поважено. Если у нас взять 282-ю статью, которая ингредиент, там каждое второе уголовное дело, это вот Шито-Белым, это тот же Антон Носик, который получил обвинительный приговор, спокойный. Я отсидел по этой статье. Сейчас взять там, сейчас запасты в ЖЖ, там сейчас Кунгуров там сидит. Это вообще чистая политика. Таких дел, понятно, что этой статьи вообще не должно быть. Она противоречит Конституции, она противоречит здравому смыслу. Да, Антон пытался ее оспорить, но вот из-за того, что он умер, отклонили его. Ну, там отклонили бы, даже если бы он не умер, я тоже подавал его сам, они говорят, это не противоречит Конституции, извините. Потому что отменить в целом 282-ю статью по поводу, ну, просто реально невозможно. Опять же, при нынешней системе, потому что народ на выбор не ходит, мы выбираем выше. В общем, у нас все время в Думе сидят, в общем, кто там выбирается не народом, а реальным. У нас в совершенно других кабинетах они придумывают такие законы, при помощи которых, ну, просто не пробить эту стену. То есть, я не устаю говорить, что надо ходить на выборы, ходить, 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 и рано или поздно камень точит. Вот на прошлых думских выборах меня сняли за день до выборов. За день до голосования меня сняли за выборов только потому, что получили социологию. Там 76% собирались голосовать за муртайзм. И поняли, что административным ресурсом эти 76% уже просто не перебить. Ну, давайте мы его снимем по беспределу. И использовали мою судимость. Юрий Юрьевич, можно ли выборы что-нибудь в России сейчас уже изменить или уже поздно? Тысячный раз приходится повторять по Клаудиовицу. Никто никогда заранее не знает исхода никакой битвы. То есть, в битву надо вступать, надо сражаться. Вот. Каждый знает, за что он сражается. О чем все закончится, никто заранее не знает. Значит, рассмотрит выборы, как исключительно волшебную палочку. Вот сейчас либо все, либо ничего. Это, конечно, можно только с карьерной точки зрения. Лично карьерной. А с точки зрения политической борьбы выборы важный элемент общей баталии. И какую роль сыграют те или иные выборы в общей баталии, опять же, никто заранее не знает. Вплоть до того, что, может быть, какой-то яркий лидер избраться не сумеет, но сумеет заранить какие-то семена в души каких-то людей, которые завтра переустроят мир радикально. То есть, еще раз, что сработает, мы не знаем, но в этом надо участвовать в той или иной форме, в той форме, в которой каждый считается для себя необходимым. Наполеон, в свое время говорил, главное втянуться в битву, а дальше уже посмотрим. У вас такой принцип, да, Юрий Юрьевич? Ну, с точки зрения мировоззренческой, во-первых, да, во-вторых, опять же, бывают разные ситуации, когда нужно не дать втянуть себя в битву, которая завидован прозрит, что ее неправит, да. Это каждый оценивает ситуацию на месте. Спасибо. Тут ваш коллега Иван Стариков, тоже бывший член Среди Федерации. Иван Валентинович, вы согласны с Юрием Юрьевичем, что надо в любых выборах участвовать? Ну, вот я, продолжая историю УРЭКа, ровно три года назад собрал подписи, прошел муниципальный фильтр и тоже был снят с выборов губернатора Новосибирской области, хотя шел с поста вице-мэра. Вот. И поэтому вопрос какой? Я ведь участвовал в выборах, когда они действительно были выборами, я успел сутки побыть губернатором в 2000 году, потом подвезли 16 тысяч голосов, и я 0,3% проиграл. Вот. Но я к чему говорю? Вот после протестов Волотной осени, зимы 2012 года нам вроде бы вернули выборы. При этом, на самом деле, это никакими выборами не является. Ситуация с Евгением Ройзманом, наиболее популярным политиком сегодня в столице Урала. Я убежден, что если бы он сейчас пошел на выборы, с большой вероятностью, он бы стал губернатором Свердловской области. Но он не смог собрать необходимое количество голосов, преодолеть муниципальный фильтр. Я к чему все это говорю? Дело в том, что даже те губернаторы вот сейчас, если так дело пойдет дальше, необходимо перехватывать антикоррупционную повестку, то придется, в общем, в принудительном порядке тащить в кресло губернатора людей, которые хотя бы маломальски могут читать умеет или чем-то управлять. Наверное, все-таки необходимо сейчас добиваться, если продолжить идею Юрия Юрьевича о том, чтобы ввязаться в сражение, то необходимо категорически менять закон о выборах глав субъектов Российской Федерации, отменять пресловутый муниципальный фильтр, и тогда действительно вы посмотрите, у нас ведь по сути дела получается такое посредованное назначение, но ни президент, ни администрация президента не несет ответственность за проворовавшегося губернатора. А в этом случае, когда губернатора избрал народ, все-таки часть ответственности ложится на народа, на народ, который смог обмануть кандидат. Это одна часть. А вторая часть, вспомните, все-таки благословенные 90-е годы, они никакие не лихие, они были благословенные, это было время надежд, число губернаторов, которые тогда садились, было существенно меньше, чем сейчас. Вообще никого не было. Не, ну там был тульский губернатор, вологодский, но это были скорее единичные случаи, и они реально попадались там на на мелочах, Севрюгин там попал, на мелочах попадались. Волгода там домик себе построил, сатриборную, любовницу там возил за границу, в Урюгин, не урожай. Да, Севрюгин там, к сожалению, его уже нет. Тоже по какой-то мелочи, но, извините меня, за миллион долларов авторучку и по несколько миллиардов кэшем валюте национальной и соответственно в долларах и еврах, тогда не находили у губернаторов избранных, а у назначенных губернаторов это находят зачастую. Вот в чем проблема. Поэтому нынешний... Ну, потому что они чувствуют себя ответственны только перед... В том-то и дело. Перед одним единственным человеком и думают, что... В том-то и дело. Поэтому система отмены выборов губернаторов сначала первый шаг, второй ублюдочное возвращение системы выборов губернаторов в конечном итоге способствует развитию коррупции. А на самом деле серьезно подрывают возможность формирования кадрового резерва для нового поколения губернаторов, которые понадобятся уже в следующем году. Иван Валентинович, я хочу Юрию Юрьевичу задать вопрос, пока он с нами. Юрий Юрьевич, вы коренной петербуржец. Как по вашему, насколько достоверно оценят, что организаторы взрывов Ленинградского петербургского метро их пытают в подмосковных тюрьмах? Вы нашли такой вопрос, на который я точно ничего сказать внятно не могу. Мы просто бесконечно далек от власти уже давно. И, соответственно, как она устроена, есть ли у нее какие-то не было секретные тюрьмы, разумеется, знать не могу. Я единственное, что могу сказать, у меня всегда был очень простой критерий. Вот есть вопросы сложные, все, что связано с секретными операциями, может быть, с секретными тюрьмами, гостайной и так далее, есть вопросы простые. Бюджет, внешнеэкономические сделки и так далее. Не бывает такого, что вот в этих простых, этих книжных вопросах все совсем из рук он плохо, а вот там, где гостайна и так далее, там все замечательно. То есть, по тому, как транжирятся государственные деньги налево-направо, бесконтрольно, за это всерьез по крупному никто не отвечает. Я имею в виду не на региальную нужную, а на федеральную по-крупному. Там те же панамские аферы и так далее, ведь никто за это не отвечает. Вот поместные сделки госкорпорации, за все, что накопал тот же Александр Соколов в своей диссертации по деятельности госкорпорации, за Росна, на Заскулково, никто же не отвечает. И вот не бывает такого, что в этой сфере было, что вдруг он плохо, а в сфере деликатной, связанной с правами человека, с военными операциями, с секретной операцией, далее было все идеально. Вот, к сожалению, единственное, что остается предложить, что там, к сожалению, ситуация может быть еще значительно хуже. Но как хуже, где конкретно, в чем, я этого ничего точно не знаю. Юрий Юрьевич, спасибо вам большое, рад вас слышать был. Вот здесь вот интересное, самым, Иван там поднял, что насчет кадрового резерва, которого, в принципе, нет. Я вот сейчас с ужасом наблюдаю вообще за развитием событий, там с губернаторами, дойду. А на сколько еще регионов, губернии, у Путина еще осталось адъютантов там бывших? Уже ну некого реально ставить. У нас уже сколько, четверо губернаторов? То есть, скамейка запасных кончилов, без охранников Путина. То есть, ставить некого? Я возникал, что Барфенчиков стал губернатором. Ну пока не стал. Ну да, он вообще никакого отношения не имеет к исполнительной власти. Он был, по-моему, судебными полистами руководил. Не, ну это как раз говорит о том, чем сказал наш спецедник, что некого ставить уже на это. То есть, когда вспоминают 90-е, говорили, вот как было плохо и так далее. Было понятно, что мы идем в правильном направлении. С ошибками, безусловно. Конечно, выбирали пыло случаи, что выбирали проходимцы. Были случаи такие, но в целом направлении было правильно. И люди учились выбирать, и люди понимали, что зависит от их выбора. И в итоге политики бы, губернаторы, депутаты, понимали бы, что от их биографии что зависит. Их следующее, выберут их или не выберут. Я вот на собственном, извините, примере скажу, что я был сначала депутатом в Петербурге, местным долга, потом главой администрации. И так как я представлял яблоко, я прекрасно понимал, что никто мне никаких голосов набрасывать не будет. И у меня единственный есть шанс переизбраться либо депутатом, либо главой администрации, если за меня придут, проголосуют люди. То же самое ситуация и с губернаторами была бы. Теперь они, в общем, действуют абсолютно точно то же самое, только они зависят теперь, ну, это просто, от одного, от одного избирателя. Он в стране сделан все, чтобы было фальсификации уже начались. Он, ну, да, сейчас мы к этому придем, он избирает парламент, он избирает всех губернаторов, при этом все оформляется так, как это оформляется через избирательные комиссии. Конечно, начались, причем вся сложность ситуации заключается в том, что у нас сформированы избирательные комиссии, которые готовы к этим фальсификациям массово. Это, к сожалению, очень много людей, которые готовы делать эти фальсификации в участковых комиссиях, в территориальных. Уже не стесняются, что все это показывают в интернете, везде же идет трансляция теперь. Нам же сказали, что это великое достижение демократии, трансляция. А что трансляция? Когда трансляция фиксирует конкретное нарушение, СКР говорит, а не предусмотрен подсчет голосовчик через видеотрансляцию, это типа вообще ничего. Доброй воли просто. И дальше мы дошли до того, что избирательная комиссия, может быть, вы были свидетелем тут неких у нас взаимоотношений между Яблоком и избирательной комиссией центральной, но мы дошли до того, что сказали, ну хорошо, вы великая центральная избирательная комиссия, ну один участок, вы можете проверить? Вот один участок в Татарстане, ну вы проверьте, ну там в три раза людей пришло бы протокол больше, чем на видеокамере. Пришла Эльва Александровна на заседание рабочей группы и говорит, один мы проверим, вскроем мешки с документацией, найдем возможные... С КАИБы, да? Нет, это обычное голосование, но просто видео зафиксировало, что пришло 900 человек, а в протоколе 2700 человек. Все, вскроем, через два месяца получаем ответ, не будем проверить. Но если вы даже один участок не можете проверить, то как вы 90 тысяч проверите участка? Поэтому это с одной стороны. А с другой стороны, к большому сожалению, та пропаганда, которая многие годы велась за неучастие в выборах с разных совершенно направлений, она привела, в общем, к известному результату, что в Москве и Петербурге катастрофическое падение на прошлых домских выборах почти в два раза явки. Поэтому единственный шанс перерывать это все, если много людей будет проходить на выбор. Много людей. Тогда это все есть шанс исправить, изменить. Иван Валентинович, как вы считаете, может ли процесс над Никитой Белых опять быть использован против Алексея Навального? Ну, пока... Он свидетелем, вроде, там проходит. Ну, пока Белых ведет себя с моей точки зрения достойно и никаких, скажем так, клеветнических показаний против Алексея Навального он не дал. Это правда, несмотря на то, что еще раз подчеркиваю, он находится, по сути дела, в пыточных условиях. Но я продолжаю тезисы уважаемых коллег Николая Ирека, хочу что сказать. Вот для меня эти очень показатели Калининградской области. Калининградская область это, поверьте мне, еще не Европа, но уже не Россия. Российский эксклав. Там молодой 30-летний Антон Алиханов после известного скандального истории, когда 92 дня отработал человек, который охранял Владимира Владимировича. Соответственно, он был у него писателем правительства. Сейчас вот он уже год работает с полночьем обязанности губернатора. Предстоят выборы. Этот регион всегда был, всегда был очень политически активен. Хочу напомнить, что редкий губернатор там просиживал два срока. Известный казус Георгия Боса, известный показатель. В этом регионе я знаю много серьезных политиков, которые могли бы составить конкуренцию Лихану и могли бы выиграть выборы. Но они не идут на эти выборы. Почему? В частных разговорах, не буду называть их фамилии, они говорят, Иван, а какой смысл? Во-первых, не дадут пройти муниципальный фильтр. Потом, если дадут даже пройти муниципальный фильтр, что называется, за один день с ним, это все приводит к тому, к чудовищной вещи, про которую сказал Николай. Падение явки даже в таких регионах, как Калининградская область, город Москва, Санкт-Петербург, даже Московская область подрывает остатки легитимности власти. Все висит на тоненькой ниточке президентского рейтинга. Никакого легитимности авторитета нет ни региональной власти, ни тем более у правительства Российской Федерации. Поэтому это настолько неустойчивая, это настолько смертельно опасная конструкция для страны, для страны, если хотите. Особенно в свете того, я сейчас просто назову две цифры, коротко очень. 46 триллионов розданных кредитов банковской системы физическим и юридическим лицам. Уже 12 триллионов кредитов, которые практически не обслуживаются. С точки зрения того же базы Ля-3 по нормативам, это уже банкротство национальной банковской системы. 10 триллионов дополнительно эти кредиты, которые обслуживаются через пень-колоду либо берутся для того, чтобы обслуживать ранее взятые кредиты. Срочно понадобится докапитализация банковской системы. Докапитализация банковской системы потребует печатать деньги. Других шансов в отсутствии доступа к финансовым рынкам западным у нас на самом деле нет. Если произойдет и это совпадет с избирательным процессом девальвация рубля, то вся эта конструкция с учетом отсутствия легитимности выйдет очень далеко. Поэтому я прогнозирую крайне низкую явку, которая будет покрыта многочисленными бросами, хотя на самом деле люди будут прекрасно понимать, что человека, который якобы стал губернатором, они реально не избирали. И будут требовать не с него, будут требовать с того, кто его выбрал. Так эта прямая линия же показала, что по любому вопросу мы звоним и мы избиратели звонят президенту. И здесь уже упоминался Евгений Ройзман, ну я на примере Яблока скажу, что если бы допустим был бы один Ройзман, который не допустили от популярного политика, то это было бы исключение. Мы же видим и другие регионы. Допустим, у нас в Ярославской области Олег Виноградов, бывший вице-губернатор, вице-мэр, он практически собрал выбирание полностью депутатов в нескольких районах, которые изначально блокируют возможность участия оппозиционных политиков. А ситуация с Ройзманом, она ведь чем еще опасна, что за Ройзмана простые мужики. Я их видел в Сагре, что они там устроили. Когда к ним поехали бандюки, они их встретили с оружием. Как бы там вся Союзовская область не превратилась в одну большую Сагру. Вот чем чревата эта ситуация. У Кайвашова реального авторитета в области нет. Поэтому есть страх перед конкурентом Ройзманом, поэтому Ройзмана не пустили. Все просчитывается. Это я, что ли, такой умный? Да я глупее намного каждого второго жителя Северновской области. Они все прекрасно это знают. Они все прекрасно понимают, что Ройзмана не пустили, только потому, что его сильно боятся. Иван Валентинович, а как у нас сейчас в смысле перспектив бюджетных цена на нефть опять упала и вообще весь золотой валютный запас России хранится в деньгах американских ценных бумагах? Ну, то, что он хранится в государственных казначейских обязательствах Соединенных Штатов, это, в общем, гарантия того, что с этими деньгами, слава богу, которых не так много осталось, в общем, не случится ничего плохого, это первое. Второе, что очень показательно, помним лет так, 5-7 назад, даже чуть побольше, когда было создано два суверенных фонда, резервный фонд и фонд благосостояния будущих поколений. Да, это еще при медведе. когда сегодня решили объединить два фонда, вот, поскольку резервный фонд практически исчерпан, а фонд благосостояния будущих поколений, в общем, приказал долго жить в том смысле, что его пустили не на благосостояние будущих поколений, а на покрытие текущих бюджетных дыр. Но есть одна очень серьезная вещь, этот звоночек прозвенел всего второй раз в новейшей истории России, это так называемый счет текущих операций. Вот, так вот, впервые две недели назад у нас отрицательная сальда на 300 пока миллионов долларов было с счета текущих операций. А что это говорит о том, что валюта практически в страну перестала поступать, предстоят очень большие выплаты по квази-государственным долгам. У нас внутренний долг Российской Федерации 17% от ВВП это немного. С этой точки зрения, с точки зрения этого макроэкономического показателя, деньги со всего мира должны бежать в Россию. Они, к сожалению, бегут отсюда. Так вот, что означает это? Это означает, что у нас квази-государственные компании, которые госкорпорации, набрали на 600 миллиардов. Это больше наших золотовалютных резервов. И по ним придется возвращать долги. А здесь две вещи. Либо напечатать соответственно рубли, купить долларов для того, чтобы погасить эти долги. либо выходить из подсанкционных режимов и, соответственно, получать доступ к рефинансированию западных финансовых рынков. Это очень серьезная вещь. И люди в правительстве, финансово-экономический блок, это прекрасно понимают. Поэтому сейчас проблема декапитализации банковской системы, как я сказал. И это вопрос на сегодняшний день связан с тем, что любыми путями необходимо находить язык и выходить постсанкционного режима, по крайней мере, по финансовому рынку. Это корпоративные долги, да? Это невозможно? В принципе. Я здесь поспорил, потому что... Всегда есть выходы из положения, Иван Леонид Леонидович, давайте на трассе. Да, вопрос на самом деле, политика и время в политике категория нелинейная. Я ведь работаю в двух словах скажу. 3-4 октября 1993 года я директор совхоза из Сибири оказался в Москве. Был свидетелем стрельбы по Белому дому. Я никогда не занимался политикой. Считал это делом недостойным нормального мужчины. Более того, я был единственный директор совхоза не член КПСС по принципиальным убеждениям. Но когда я увидел, что стреляют пушки по парламенту, а я строил у себя два пивоваренных завода и колбасный цех, я понял, насколько мизерны и тщетны мои усилия там и тех людей, 400 человек, которые за мной стояли, по сравнению с этими людьми, которые готовы поджарить свою яичницу, но сжечь наш общий дом. Понимаешь, после этого я пошел в политику. Так чему я это говорю? Почему не линейная категория? Буквально спустя 69 дней я был избран депутатом Государственной Думы и оказался в политике. Поэтому в этом смысле да, сегодня Соединенные Штаты и Палата представителей и, значит, соответственно, Сенат проголосовал и вряд ли Дональд Трамп наложит вето санкционный режим. Но вопрос на сегодняшний день состоит в том, что мне кажется, что асимметричный ответ России на выход из-под санкционного режима это не пытаться отнять 34 дачи в Серебряном Бару в Соединенных Штатах, а предложить проект, который бы сегодня был интересен и Соединенным Штатам Америки, и Западной Европе. Для этого необходимо сбалансировать динамично развивающейся, наливающейся военной и политической силой Китай. Вот есть шанс у России, если она этим шансом воспользуется. У нас вместо привлекательности инвестиций сажают в тюрьму невинных губернаторов, поэтому здесь и собрались с вами. Как вы считаете, это будет процесс обвинительным уклоном Ирак против Никиты Белых? Я думаю, уже и приговор написан. Я, по-моему, где-то весной еще в этой студии вроде бы говорил о том, что до начала президентской кампании по выборам президента Российской Федерации уже будут вынесены приговоры. Есть такая негласная установка, там, форсировать передачу суды, ознакомление, и чтобы в начале 2018 года уже народ узнал реальные плоды реальной борьбы с коррупцией на государственном городе. Сколько бояр полетело на народ гнева. Притом приговор будет нешуточный. Очень серьезный, 10-12 лет, не знаю. Народ смотрел, сказал, ах, Жульёк. Молодец, Вадим Владимирович. Думал, что под это дело Тулеева с ним, а вот держится Прибалиман. Вот там уже не та ситуация видела. Нет, в Тулеево там непонятно вообще, что со здоровьем происходит, где он, что он вообще он физически может руководить регионом и собой. Я думал, что может быть втихаря как-то его перейти. Нет, там же уже приехал мэр Нижнего Тагила уже принимать дела, знакомиться с регионом. Если позвольте, вы начали вопрос с того, что инвестиционной привлекательности. Я вот один пример хочу привести. Как мне представляется, что для того, чтобы вкладывать инвестиции в страну или внутри страны в бизнес, ты должен быть гарантирован, что их у тебя просто завтра не заберут. А когда вице-премьер выходит на экономическом, не на каком-нибудь там еще форуме, физкультурно бы вышел, на экономическом выходит вице-премьер Козак и сообщает, что не надо абсолютизировать права собственности. После этого странно несколько ждать, что мы им заранее сообщаем, что это для вас лотерея инвестора, заранее ждать. Поэтому, конечно, то, о чем говорил Иван Стариков, это же прекрасная ситуация. Мы говорим о том, что у нас суверенная демократия, что мы строим независимое государство, но чтобы деньги сохранить, их надо отправить в Соединенные Штаты, чтобы здесь с ними ничего нехорошего не случилось. Это, конечно, выдающееся достижение. А в результате всего этого наши власти говорят о том, что строится независимое государство, укрепляется государство, на самом деле идет все ровно в противоположную сторону. Один простой совсем пример проведу. Когда принимался государственный бюджет, то в Государственной Думе были слушания. Ей решили встретиться с непарламентскими партиями. После этого руководитель День России сказал, все партии как одни, все нас поддерживают. Только яблоко всегда не то, что это говорит. Одна из вещей, кто я им сказал. Во-первых, невозможно принимать бюджет, в котором у вас треть закрытых статей. Что вы там принимаете, если вы не знаете, что вы принимаете? Первое. А второе, что как Государственная Дума может работать, если они принимают, вдуматься просто себе. Строчка в бюджете, причем значительная. И это они еще выносят на первый лист и говорят, вот какое выдающееся достижение нашего бюджета, что они принимают программу строительства спортивных площадок и ремонта спортивных залов в школах. Государственная Дума, это уже вопрос даже не регионы, это вопрос местного самоуправления. Они все себе собирают, ничего не могут сделать, деньги от регионов отбирают, от местного самоуправления деньги отбирают, система никакая не строится. Действительно все держится на рейтинге доверия президенту, которые, между прочим, еще никто не проверял, потому что а как вы проверите рейтинг доверия? Все стеологи признают, что люди боятся отвечать на вопросы, а выборы проходят так, как они всем известно проходят. Иван Валентинович, вам не кажется, что наиболее очевидный пример такой коррупционной составляющей это вот ремонт повседневной московских улиц, с которыми мы каждый день сталкиваемся? Ну вот, просто красиво, вы же угрожаете хоккейным языком, шайбу подогнал, я продолжаю, автомобилисты меняют шины соответственно на зимние, на летние, в Москве стали менять плитку зимнюю на летние, на оборот, соответственно. Вот смотрите, на благоустройство Москвы вот в этом году Садового кольца и так далее будет потрачено порядка 130 миллиардов рублей. Что такое 130 миллиардов рублей, друзья мои? это полтора бюджета родной Новосибирской области. Врачи, учителя, не самая последняя область, населением 3 миллиона человек на минуточку. И понимаете, что происходит? Вот помимо того, что губернатор, который не избран народом и понимает, что на самом деле он народу не подответственен, вторая часть состоит в том, что когда у него оставляют в бюджете в лучшем случае на небольшие зарплаты бюджетникам и никаких средств на развитие региона не остается, то наступает апатия и безысходность. Но он приезжает сюда примерно раз в неделю или раз в две недели, видит то, что происходит, вот это безумие, значит, трата чудовищная, ничем не обоснованная, огромных сумм, проецирует это на свой регион, на свои больницы, детские сады, школы и глухая, слепая ярость вскипает не только в его душе. И желание по телу записаться в яблоках или в спец, например, ну а чего? Ничего страшного нет. И тех людей, которые сегодня, ну нет же, я же езжу по регионам, да, я сам, конечно, не родился в Москве, родился в Сибири, но мне грустно, я давно живу в Москве, больше 20 лет, я же вижу, что Москву и москвичи не любят, не любят. Если в советское время это было уважение смешанное с легким завистью, с легкой завистью, ревностью, то сейчас тебе повезло, ты в Москве живешь, то сейчас-то тихая, слепая ярость в отношении региона, который, ну, ведет себя, мягко говоря, понимая, что это те деньги, которые могли бы остаться в регионе. Мы считали, что до Апсена эти деньги почти 80 лет могут жить в городе. То, что делать, совершенно бессмысленно, вот эта смена в Москве. А дальше-то далеко не надо. Я из Петербурга, да? Что происходит с улицами в Петербурге? Это же просто кошмар. Вот, а Псковская область, вы выезжаете? Я на одной передаче сказал, Псковская область плохо с дорогами. Скали, вы ничего не знаете, Псковская область. А на следующий день на следующий выходной специально съездят. Это, к счастью, недалеко. Но это же просто ужасы какие-то. Поэтому можно, безусловно, можно перед собой укладывать плитку одну, другую, все еще украшать. И Москва, и Москва, конечно, украшать. А что сейчас с инновацией? Сейчас все России смотрят на эту программу и инновации. Или прекрасно перемешиваются с реновацией. И тебе тут права собственных, все до свидания, и еще и деньги. Бездонная коррупция, там уже даже дна не найдешь. С точки зрения регионов, я там был в Иркутске, в Кемерово, там каждый первый дом надо подвергать инновациям. А хитрость заключается в том, что действительно аварийные дома в Москве, они в нее не включены. То есть, действительно, те, которых реально нужно расстелять людей, их не расселяют. Так никто и не будет эти-то расселять. Это же просто до 18-го года дотянуть. Чудовищность положения, ведь в чем состоит? Вот я сказал, с одной стороны, такие, в общем, слепая ярость и ненависть к москвичам извне, и власть, с другой стороны, внутри Москвы, жителей Москвы, которые попадают под программу реноваций, которые прекрасно понимают, что если они получат жилье, то где-то там, что называется, на выселках и так далее. И вот это отсутствие понимания, что происходит, происходит неумолимое приближение электродов, между которыми проскочит искра извне и внутри, в том числе, и Москвы. Потому что на самом деле все революции происходят в столицах. Как говорил Михаил Михайлович Жваневский, все гадости для власти начинаются с 1 января и в Москве. То, что регионы прекрасно все это видят, даже вот видно по голосованию за такие вот партии, как ЛДПР, коммунисты. По вопросам бегущей строки. Они же такие бешеные голоса набирают президента со стороны. Откуда вот это вот? Даже чуть ли не на недетские вопросы. Там тоже проскакивали такие вопросы. То есть все видят, все понимают. И даже дети, которые выходят за Навального и их пытаются переманить. Даже вот эти дети уже видно, что они притаились. Они не всему верят тому, что им говорят. То есть в кабинете каждого чиновника по-моему, любишь сейчас портрет Андропова с его знаменитыми словами. Не знаем мы своей страны. Игорь Владимирович. Сегодня мне, как раз, написали из Краснодарского КОЭГа. Скажите хоть где-нибудь, что Яблоко ведет кампанию за прекращение войны в Сирии и возврат этих денег для обустройства регионов России. Скажите бы им хоть где-нибудь, что у нас в Краснодарском крае томографы не работают, что никто их не чинит. Зачем? А зачем? Мы лучше потратим это там на Сирию, на плитку, еще на что-то, вместо того, чтобы реально обустраивать жизнь людей в стране. Как вам кажется, Иван Валентинович, получится ли на антикоррупционной такой нотке выехать в следующей президентской кампании следующего года? Нет, не получится выехать. Я два слова просто скажу. Я, поскольку последний день работы Госдумы проголосовала в трехчатении закон об основах торговой деятельности в Российской Федерации, я знаю, почему это было, потому что реальное продовольствие инфляции примерно в три раза выше потребительской инфляции официальной, в 4%. Когда людям говорят, что цены выросли на 4%, они приходят в магазин, у них глаза кровью наливаются, и они понимают, что их обманывают. что их обманывают. То есть, самая квартплата. Да. Поэтому я думаю, что, поскольку я послушал Сергея Владимировича Кириенко, мне там одна фраза запала, я даже для себя ее записал, он говорит, что искренность заразна. Так вот, для власти на самом деле только искренность может заразить людей, и дать определенный бандат доверия. Но подчеркиваю, искренность, а не попытки сказать, что инфляция продовольственная в России 4%. То есть, не получится на антикоррупционной метле въехать в новую президентскую кампанию? До этого просто слишком мало, слишком много проблем уже накопилось, чтобы одной антикоррупцией все забить. И вообще антикоррупционная кампания, она выглядит ведь не как составная часть президентской кампании. Кампания, человек, который может предложить что-то обществу, какую-то дорогу, она выглядит просто как попытка перехватить эту инициативу Алексея Навального. Стране нужен осмысленный проект национального государственного будущего. Если в оставшееся время власть вместе с такими людьми, которые присутствуют мои сегодня собеседники и коллеги, нет, я не имею в виду, мы сможем сформировать и сказать, что есть осмысленный проект национального государственного будущего России, страны, которая расположилась уникальной между рынками и с населением 4 миллиарда потребителей, 3 миллиарда здесь, миллиард здесь, имеет уникальный транспортно-транзитный потенциал и потенциал развития в рамках пространственной экономики Пола Кругмана, Нобелевская премия 2008 года, то тогда у России есть шанс сшить рассыпающийся, расползающийся одеяло России новым стальным обручем. Я недавно сказал на комиссии по транспорту РСПП очень коротко, я сказал, что некоторые особо одаренные в кавычках патриоты ездят в майские праздники на немецких машинах, на которых написано «можем повторять». Если есть что повторять России, то это проект подобный Транссибу. Транссиб это самый успешный инфраструктурный проект не в российской мировой истории. 100 лет 18 октября прошлого года исполнилось с открытия сквозного движения от Москвы до Владивостока и ничего, никакой новой магистралии не появилось. Нет, но сейчас шелковый путь сейчас идет в обход России. Нам нужен свой железный путь, отчасти параллельный шелковому. Это тема отдельного программы. Отдельно поговорим про Транссибирскую магистраль, конечно. То есть образ будущего России можем вместе поискать. Страны моста между Западом и Востоком, территория диалога цивилизации Запада и Востока и византийский герб двуглогой обрел. Если хотите, обретает здесь другой совершенно смысл. И я здесь не выступаю как имперец. Я здесь выступаю как человек, который понимает, что России необходим проект, который бы позволил выйти из комплекса национального поражения после распада Советского Союза и поражения в холодной войне. И проект, который бы воодушевил массы. Здесь я хочу только поддержать, потому что и обоих выступавших, потому что только тема коррупции. Найдите политику, которая выходит и говорит, да, коррупция это хорошо, да здравствует коррупция, коррупция будет везде. Но проблема сейчас, и это большая для страны проблема. У нашей страны ведет две войны, у нашей страны непризнанные границы, мы переругались со всем миром, мы под тяжелейшими санкциями находимся, последствия которых скоро начнем ощущать. Вот на все эти вопросы надо давать ответ. Да, и времени на это остается все меньше и меньше. А здесь всем нужно сделать выбор до марта месяца. Про губернаторские выборы сентябрьские можно общаться. Но они пройдут, мы готовимся к президентским выборам. все решается в пределах Садового кольца. Так что там про регионы уже никто не будет вспоминать. Про губернаторских это уже прошли. Но сейчас нужно сказать, вот Яблоко сказал, у нас Явлинский, это наша альтернатива Путину. Что, где дальше президентский выбор? Нам 4 года назад говорили, подождите, это не скоро, все, уже осталось 6 месяцев до президентского выбора. Это мы отдельно конечно поговорим, я помню, как не зарегистрировали, Григорий Алексеевич. На прошлый год. Мы работаем, чтобы теперь была регистрация только от людей. Спасибо большое. Я напомню, что Следственный комитет передал в Генпрокуратуру материалы уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он обвиняется в коррупции. На сайте Следственного комитета сообщается, что расследование уже завершено. На Ланах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Левов. Всего вам доброго. Продолжение следует...